Этот конкурс – соревнование по чтению вслух отрывков из прозаических произведений русских и зарубежных писателей. Победу в конкурсе одержать непросто. Выступления оцениваются по нескольким критериям, и это не только артистическое мастерство. Также жюри смотрит на глубину проникновения в смысловую структуру и образную систему художественного текста. Чтобы я боялся кошки, что я мышка что ли? Брысь! Вот в другой раз попадись! С прошлого года изменились требования к этому конкурсу, и ребята читают произведения, которые не входят в школьную программу. Поэтому у нас сейчас мы очень мало слушаем Гоголя, но больше слушаем Драгунского, больше слушаем эксклюзию перии и современных авторов. Конкурс «Живая классика» проходит уже третий год, и каждый раз в три этапа – школьный, муниципальный и краевой. Участников всегда хватает. Сама задумка прививать школьникам любовь к литературе уже принесла свои плоды. Некоторые ребята стали тратить меньше времени на свои гаджеты и окунулись в мир книги. Литература важна, она везде как бы. Ну, ты сможешь находить с кем-то общий язык, разговаривать. Если тебя там спросят какое-то произведение, ты будешь это знать. И литература для меня важна, мне нравится учить произведения, рассказывать. Три победителя муниципального конкурса поедут представлять Сочи в Краснодар. Конкурс «Живая классика» в «Столице края» пройдет 2 апреля, в Международный день детской книги. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.